Приветствую вас, дорогие друзья! В данном видео мы с вами поговорим о голосовом вводе в Google Документах или Google Docs по-английски. Компания Google предоставляет нам бесплатное пользование несколько своих облачных сервисов, доступных в Google Drive. Сегодня мы с вами поговорим об одном из них, а именно о Google Документах, а точнее его функции голосового набора текста. Очень важно, с чего бы мне хотелось начать видео и на что сделать акцент. Вот именно в самом начале это то, что голосовой ввод работает только в Google Chrome браузер. И если вы, например, откроете Google Docs или Google Документы в другом браузере, то у вас этой функции просто не будет в разделе инструментов. Она просто будет отсутствовать. Поэтому открываем Google браузер и дальше поговорим о голосовом наборе. Это весьма удобная вещь, если знать, как ею правильно пользоваться. Я, кстати, не знаю, пользуетесь ли вы, слышали ли вы о такой функции прежде, но я знаю, что, например, у Microsoft Word Online у них есть функция также ввода. Я ей, кстати, пользовалась очень удобно. А вот про Google Документы я совсем не задумывалась, но так как сейчас тяготею ко всем сервисам от Google, поэтому я начала интересоваться, есть ли у них такой инструмент. Он есть, но я не могла его найти именно в Microsoft Edge браузер. Но в Google Chrome браузер функция голосового ввода прекрасно работает. К тому же есть несколько нюансов, не относящихся к технической части. Например, если у вас плохо поставлена речь, вы глотаете слова или вовсе есть какой-либо дефект, то в набранном тексте будет много ошибок. Редактирование такого документа может занять больше времени, чем ручное написание нового. Есть и другие особенности. Далее мы разберемся в устройстве инструмента и потренируемся в его использовании. Итак, техническая часть. Для начала необходимо убедиться в том, что микрофон подключен к вашему устройству, то есть к вашему компьютеру, ноутбуку и нормально функционирует. В ином случае вам потребуется уделить время на то, чтобы привести в порядок ваш микрофон и проверить его исправность. Итак, для начала мы с вами зашли в Google Диск и нажимаем на клавишу «Создать». У нас есть с вами задача потренироваться с голосовым вводом в Google Документах, поэтому выбираем Google Документ. Как вы видите, документ у нас не имеет наименования, поэтому вы можете это легко исправить. Теперь мы с вами заходим в раздел «Инструменты» и выбираем голосовой ввод, или в английской версии он звучит «Voice Typing». Итак, функция голосового ввода отображается у нас здесь. Даже есть сочетание клавиш, которые вы можете использовать. Это «Ctrl-Shift-S». Далее, как вы видите, на нашем экране появился значок с изображением микрофона. Для запуска функции мы нажимаем на него один раз. И как вы видите, здесь можно также выбрать язык. Так как нас интересует сегодня русский язык, мы его оставляем. Но важно, чтобы вы убедились, что вы используете тот самый язык, на котором вы будете осуществлять голосовой ввод текста. Далее, пожалуйста, обратите ваше внимание, что после нажатия браузер может запросить разрешение на использование вашего микрофона. Если такое диалоговое окно появилось слева вверху, следует нажать клавишу «Разрешить», иначе ничего не заработает. Сигналом к тому, что уже можно говорить, станет изменение формы и цвета значка. Еще хочется сказать, что в данном случае у меня не запросило разрешение, но как это выглядит, вы можете посмотреть в статье, опять же, которую я прикреплю к описанию к этому видео. Итак, далее. Как вы уже заметили, цвет нашего значка для голосового ввода стал красным. И на первый взгляд нам кажется, что ничего сложного в этом нет. Точка. Но есть несколько нюансов, на которых нам следует обратить внимание. Точка. Итак, наши знаки припинания необходимо проговаривать словами, запятая. Например, запятая, точка. Как вы видите, все прекрасно работает, но иногда вместо нашей точки у нас появляется слово «точка». Чтобы такого не случилось, а, кстати, чтобы отключить функцию голосового ввода, нам просто следует нажать на данный значок. Итак, если вы остановились в тексте, а затем сказали запятая, система, скорее всего, напишет это слово, а не поставит знак. Поэтому предложение лучше наговаривать целиком, без перерывов. К этому нужно привыкнуть. А вот перенос строки, например, новая строка, нужно вставлять немного позже. То есть для того, чтобы система не написала слово «точка», нам нужно стараться проговаривать его как можно быстрее, то есть в контексте одного предложения. Давайте еще раз с вами попробуем с новой строки. В статье я также указала, как правильно проговаривать знаки при пинании, например, «точка», «запятая», «восклицательный знак». Давайте прямо сейчас и попробуем. Итак, включаем наш голосовой ввод. «Точка», «запятая», «восклицательный знак», «вопросительный знак», «новая строка», «новый абзац». Останавливаем. Итак, что у нас получилось? Голосовой ввод, так как мы произнесли это слово, точка, запятая, восклицательный знак, вопросительный знак, новый абзац, все у нас сработало прекрасно. Нам нужно максимально четко проговаривать окончание. Это нужно для того, чтобы умный алгоритм гугла разобрался, о чем идет речь. Вот сейчас сложно привести пример, но вы сами поймете, когда данный алгоритм ошибается. Это же касается и тех слов, что пишутся с дефисом. То есть вместо почему-то мы можем получить почему ты, почему ты без дефиса совсем. Полное описание поддерживаемых команд, которые воспринимаются системой, можно найти в официальной справке по инструменту. Кстати, скриншот по поводу произношения правильной пунктуации также был взят из данного источника. Кроме знаков припинания вы также сможете найти фразы, с помощью которых можно редактировать документ, то есть удалять символы и слова, выделять фрагменты, создавать списки и так далее. Неудобство, правда, заключается в том, что они должны произноситься на английском языке. При этом и ваш аккаунт, и редактированный документ должны быть настроены на English. То есть нам опять придется переключать вот в данном разделе, где настройки. Это значит, что при вводе текста на русском вы никак не сможете ими воспользоваться, поэтому придется редактировать написанное вручную с клавиатуры. Ну что ж, я еще раз продемонстрирую вам работу голосового ввода в документах Google и на этой ноте мы с вами попрощаемся на сегодня. Поехали! Спасибо за ваше внимание, восклицательный знак. Я очень надеюсь, что данное видео было для вас полезным. Точка. Если оно вам понравилось, подписывайтесь на канал и увидимся в новых видео. Точка. Итак, что у нас получилось? В общем-то набор текста у нас удался. Голосовой ввод сработал. Единственное, что нужно немножко подкорректировать именно заглавные буквы. Давайте проверим еще написание. Я очень надеюсь, что данное видео было для вас полезным. Если оно вам понравилось, подписывайтесь на канал. Увидимся в новых видео. Вполне неплохой инструмент для использования. Единственное, что нужно, конечно же, говорить четко. И я еще раз надеюсь, что вам оно было полезным. Увидимся с вами в новых видео. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok